Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в русский подкаст для тех, кто изучает русский язык только на русском языке. Как у вас дела? Если вы хотите получать видео и подкасты каждые пять дней, пожалуйста, приходите в мой клуб «Русская дача». Нас уже 550 человек, и наше кредо по жизни всегда продолжать учиться. Сегодня наша тема – это самая интересная, самая молодая, самая загадочная буква русского алфавита. Это буква Ё. Загадочная – значит, мы не всё знаем о ней, она нас интригует. Мы хотим больше знать об этой букве. Сегодня я расскажу вам об истории этой буквы, и будет много-много интересных фактов. Кстати, спасибо Верешу из Германии за идею этого подкаста. Начнём! Итак, буква Ё. Буква Ё – это самая молодая буква русского алфавита. Она появилась в XVIII веке. В XVIII веке, но официально она стала частью русского алфавита в советское время. Это самая молодая буква русского алфавита. Как она появилась? Дело в том, что ещё в XII-XIII веке, то есть очень-очень давно, люди в России, обычно простые люди, не аристократы, не богатые люди, использовали звук Ё. Раньше этого звука не было, но люди говорили Ё. Начали говорить Ё. Ё. Нёс. Пёс. Сёстры. И так далее. И, кстати, ещё сегодня в некоторых говорах на севере России говорят иногда Сёстра, Нёсу, Ёму. Говор – это значит акцент. Звук был. Звук Ё – был. Ё – Ё. Но буквы, специальные буквы, для этого звука не было. Писали букву Ё, которую тоже не все любили. Кто придумал букву Ё? О, как интересно! Эту букву придумала женщина – княгиня Екатерина Дашкова. Княгиня – это титул аристократии. У нас есть князь, а есть княгиня. Князь – мужчина, княгиня – женщина. Княгиня Екатерина Дашкова, она была директором Санкт-Петербургской академии. Это была организация для самых умных людей в России. И директором была женщина в восемнадцатом веке Екатерина Дашкова. И в тот момент этот звук Ё писали И, О. Буквами И, О. Причём это была И с точкой, да, как сегодня в украинском языке есть это И, в русском нет. Это было Ё, две буквы. Екатерина Дашкова предложила использовать букву Ё. Эта идея понравилась, но на официальном уровне, официально она не стала использоваться. Идея была хорошая, академики сказали, что им понравилась эта идея. Буквы Ё, Е с двумя точками. Точка – это такой пункт, да, точка. Но есть версия, что было слишком дорого использовать эту новую букву, потому что тогда книги все были не на компьютере, были специальные литеры металлические. И это было слишком дорого, слишком дорого делать эти литеры. Есть версия, что Екатерина Дашкова говорила на разных иностранных языках, любила европейскую культуру, и что, может быть, эти две точки пришли из немецкого умлаута, потому что в немецком языке тоже есть такая буква Ё. И этот символ, две точки, называется умлаут – Ё. Когда в первый раз в книгах появилась буква Ё, первый раз мы можем прочитать букву Ё в 1796 году в сборнике стихов, поэм Карамзина. Карамзин – известный русский поэт. Первый раз там он использовал Ё в 1796 году. При революции в 1912 году тоже была орфографическая комиссия. Там они решили, что употребление Ё желательно, но не обязательно. Давайте посмотрим. Употребление – это от слова употреблять, употребить, значит использовать, говорить, писать, иногда пить, есть. Это употреблять, употребить. Желательное употребление значит лучше это делать. Хорошо, если мы это делаем, это желательно, но не обязательно. Это значит мы не должны это делать. Можно сказать в поезде желательно надеть маску. Желательно значит лучше, но не обязательно. Желательно. И в 1912 году опять была такая же проблема, что использовать Ё в книгах, в прессе, это было бы слишком дорого, потому что нужно было изготовить, сделать новые литеры для типографии. Дорогие друзья, я год назад ходила в музей типографии в Мадриде. И там я видела, как работали типографии, как работали эти механизмы. И да, там видно, что для каждой буквы была своя литера. Нужно было сделать фразу из этих металлических литер. И только потом текст. Это всё было очень долго, дорого. Сейчас компьютеры. Это очень просто, но тогда напечатать книгу это была большая работа. Представляете, если в каждой типографии страны должны быть эти металлические литеры Ё. Это очень дорого. Когда буква Ё начала активно использоваться в книгах и в газетах, это было при Сталине во время Второй мировой войны. Сталин, он любил везде чёткость. Чёткость это когда всё понятно, нет вопросов. Он понял, что немецкие карты территории СССР были более чёткими, более точными, чем советские карты. Это была война. Было очень важно знать о позициях врага, о позициях армии. И в российских картах вместо Ё часто было Е, например, Березовка или Берёзовка, Орел или Орёл. И говорят, что Сталину это не понравилось, и он хотел знать точно, сто процентов, как писать правильно, как правильно называть города, деревни. Вот такая интересная история буквы Ё. Ещё раз буква Ё появилась, то есть в первый раз мы её увидели, потому что нужно было как-то назвать новый звук Ё. Это был долгий процесс. Иногда писали букву Э, иногда писали ИО. Но в 18 веке прекрасная женщина Екатерина Дашкова предложила, придумала эту новую букву в русском алфавите. Кстати, мы даже знаем слово, в котором первый раз Карамзин использовал букву Ё. Это слово слёзы. Когда мы плачем, когда нам грустно, у нас из глаз идут слёзы. Раньше это слово писали через Ё, слёзы. Но он использовал новую, свежую букву Ё. Какая сегодня ситуация у буквы Ё? Мы часто видим, и вы, дорогие друзья, вы изучаете русский язык, вы тоже, когда читаете неадаптированную для иностранцев литературу, когда вы смотрите видео, вы иногда видите, что Ё не всегда пишут. Часто пишут Е. Например, пришел, да? Правильно, пришёл, но пишут Е. Пришел. Не клён, а клен и так далее. Почему? Почему мы не всегда пишем букву Ё? Ну, есть две группы людей. Есть сторонники, буквы Ё, и противники. Интересные слова для вас. Сторонник, сторонница, это люди, которые за. Сторонники буквы Ё, это люди, которые думают, что нужно всегда писать букву Ё в книгах, в прессе, всегда. Противники буквы Ё, это люди, которые думают, что не нужно её писать. По контексту всё понятно. Есть писатели, авторы, которые обязательно хотят, чтобы в их книгах публиковали букву Ё. Например, Солженицын, Александр Солженицын настаивал на использовании буквы Ё в его книгах. Настаивать, настоять, значит сказать, да, я так хочу, я очень хочу настаивать, настоять. Он настаивал на использовании буквы Ё в его книгах. Есть даже в городе Ульяновске памятник букве Ё. Да, есть такой город Ульяновск, и там стоит стелла каменная, гранитная, и на этой стелле буква Ё. Этот памятник установили, поставили в 2001 году в честь 205-летия использования буквы Ё, то есть 205 лет с момента, когда начали использовать букву Ё. Мы уже говорили об этом моменте, это было в 1797 году, в книге Карамзина в слове «Слёзы». И открыт памятник был в 2005 году. Автор его Александр Зинин. Теперь давайте посмотрим, когда обязательно нужно использовать Ё, а когда это необязательно, желательно. Обязательно использовать букву Ё в России в книгах для детей, для маленьких детей, потому что они ещё не знают, как правильно читать слова, поэтому им важно знать. Это весёлый или веселый, ёлка, елка. Для них это важно. Также обязательно использовать букву Ё для иностранцев, которые изучают русский язык, потому что, конечно, мы, вы, дорогие друзья, иностранцы, когда вы начинаете учить русский, вы не знаете, это Ё или Е. И последний пункт. Обязательно использовать Ё, когда в тексте есть знаки ударения. Ударение, вы знаете, это акцент, и это тоже обычно книги для иностранцев, когда мы учимся читать. Вот, то есть для детей и для иностранцев в книгах обязательно нужно использовать Ё. Когда рекомендуется употреблять Ё? Употреблять значит использовать. Когда у нас есть риск, что мы неправильно прочитаем слово. Например, слова «все» и «всё». «Всё» — это «все люди», «всё» — это «что-то», это «оно». Например, «они все пьют» или «они всё пьют». Если у нас нет Ё, мы не понимаем, это «эти люди все пьют водку» или «эти люди пьют всё» — и сок, и чай, и кофе, и вино. Также, например, есть слова «совершённый» и «совершенный». «Совершённый» значит «сделанный», что-то, что было сделано. «Совершенный» тоже может значить «идеальный». Есть известный пример в книге Алексея Толстого, где автор пишет «мы передохнем» с буквой «е», и мы не понимаем здесь «мы передохнём» или «мы передохнем». «Мы передохнём» значит «мы будем отдыхать», «у нас будет всё хорошо», «у нас будет короткая пауза», «мы передохнём». «Но мы передохнем» — это от слова «дохнуть», «сдохнуть» — это значит «умереть». Это фамильярный глагол. «Мы все передохнем» значит «мы все умрём», «мы не будем жить». И здесь «ё», конечно, было бы важно. «Мы передохнём» или «мы передохнем». Ещё один момент, когда рекомендуется использовать «ё», это в фамилиях, в фамилиях людей, потому что в русском языке много фамилий, идентичны, но одни пишутся с «ё», другие без «ё». «Кошелев» или «кошелёв», то есть важно знать, где ударение. Ещё «ё» рекомендуется использовать, когда мы знаем, что слово не очень известное. Может быть, слово не очень популярное, редкое или иностранное. Например, «сёрфинг» или «серфинг», «флёр» или «флер», «сёгун» или «сегун». То есть вот такие оригинальные слова тоже рекомендуется использовать «ё». Но до сих пор часто «ё» не используют в тексте, и поэтому есть, например, имена людей и фамилии, которые правильно произносить, говорить с «ё», «ё», но из-за того, что это «ё» не пишется, мы теперь их используем неправильно. Самый интересный пример – это Лев Толстой, известный писатель Лев Толстой. Вы знаете что, дорогие друзья? Правильно говорить Лёв Толстой. Да, его имя – это Лёв. Так его называли его семья, друзья. Это старинная религиозная форма имени Лев – Лёв. И когда мы читаем первые его манускрипты, первые его печатные книги, там написано Лёв, граф Лёв Николаевич Толстой. Известный художник и философ Рерих. Правильно, Рерих. Раньше его звали Рерих. Физик Рентген. Раньше в русском языке его писали Рентген, но теперь говорят все Рентген. По-русски также говорят Луи Пастер, хотя правильно Луи Пастер и так далее. Много примеров. Кстати, в книге Лёва Толстого Анна Каренина есть персонаж Лёвин, но его часто писали и пишут без «ё», поэтому, когда я училась в школе, мы всегда говорили Левин, хотя это был Лёв Толстой и персонаж Лёвин. Ещё несколько интересных фактов о букве Ё. Может быть, вы уже знаете, что в русском языке почти всегда в слове на Ё падает ударение. Ударение – это когда мы интенсивно говорим какой-то звук, например, актёр. У нас ударение на Ё. Или книга – ударение на И. И обычно в русском языке ударение падает на букву Ё. Но есть исключения, то есть необычные ситуации. Обычно это иностранные слова. Например, Сёгун – это японское слово. Это лидер, да, как король. Сёгун – хотя для русского языка более нормально Сёгун. В русском языке около двенадцати тысяч слов с Ё. Больше чем двенадцать тысяч. И более трёхсот фамилий в русском языке различаются только буквами Ё и Е. Например, Лёвин – Левин, Демина – Дёмина, Ильичев – Ильичёв. И таких фамилий триста. Ну и наконец, я хочу вам рассказать, дорогие друзья, про Ёфикатор. Ёфикатор – это сайт, где вы можете поставить все точки над Ё. Это сайты сторонников буквы Ё. Ещё раз, сторонники – это люди за, за букву Ё. И если у вас есть текст, где нет буквы Ё, и вы не уверены, где читать Ё, где читать Е, Вы можете просто скопировать этот текст в Ёфикатор, и ваш текст будет Ёфицирован. Надеюсь, это было интересно. Теперь вы знаете много-много фактов о букве Ё. Вы понимаете, почему Ё не так часто используют. Потому что для людей, которые говорят на русском, для носителей языка, часто из контекста можно понять Ё или Е. Например, нет слова «пришел» или «слезы», «пришёл», «слёзы». Все россияне это знают. Я думаю, что также есть языки. Например, я знаю арабский и иврит, где у нас не все буквы в слове, но мы знаем, как его правильно читать. Поэтому для носителей русского языка, для людей, которые говорят на русском давно, они знают, где Ё, где Е. Ну, конечно, для иностранцев это непросто. Но если у вас есть текст, вы не уверены, где Ё, где Е, используйте Ёфикатор. Спасибо, что слушаете меня. Я рада, что вам нравятся мои подкасты. Смотрите у меня на сайте транскрипции для первых подкастов, упражнения на перевод, чтобы лучше говорить на русском языке, а также приходите в мой клуб «Русская дача». До скорого в русском подкасте! Пока-пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...